12.06 на часах от программы «Мужской понедельник» ведут передачу Николай Голиков и Владимир Сметанин. Мы про комсомол поговорили, настало время поговорить про президентские гранты. Наш город вошел в список 35 городов российских, где с 12 февраля по 23 марта проходят обучающие семинары, в рамках которых представителям некоммерческих организаций рассказывают о том, как можно получить президентский грант. Именно сегодня с 13 до 16 в аудитории 128 Вятского госуниверситета стоит семинар как раз-таки на тему, как получить грант президента Российской Федерации на реализацию социального проекта. И проведет семинар гость, который прямо сейчас находится в нашей студии, это Владимир Татаринов, советник генерального директора фонда президентских грантов. Владимир Алексеевич, добрый день. Добрый день. Мы успели уже задать вопрос до начала, как вам наши некоммерческие НКОшники? Как вам наши НКОшники? Отличные ребята. И я хочу сказать, что очень много добрых, хороших проектов. Сегодня как раз победители презентовали свои проекты, как они их реализуют. Это победители прошлогодние? Да, победители первого и второго конкурса президентских грантов. Очень много интересных проектов было с вашей вятской земли. И это очень добрые проекты. Особенно последний был детский фристайл, когда с двух до пяти лет ребята начинают учиться кататься. Когда их не берут другие секции и не дают возможность развиваться, здесь дали возможность благодаря президентскому гранту. На самом деле, проектов было 100, на которые были допущены, победил только 21. Поэтому потенциал достаточно большой. Это по Кировской области? Да, по Кировской области. Но я хочу сказать, что многие у нас зарегистрировались на сайте. Мы видим, что они делают проекты, но боятся подавать. Это вторая часть тех, кто еще сомневается в своих силах. Цель семинара как раз будет дать им возможность почувствовать себя сильными для участия, не бояться делать ошибок и побеждать. Ну а тем, кто участвовал и не получил поддержки, мы разберем ошибки и также дадим возможность поучаствовать в этом году и получить помощь в виде президентского гранта. Хочу сказать, что сегодня действительно знаменательный день. Подписано буквально недавно и зарегистрировано распоряжение президента номер 32, которым дан старт участию в первом конкурсе этого года. То есть уже и сроки определены, и все, да? Да, с завтрашнего дня можно будет подавать заявки и до 26 марта включительно... До 26 марта? Да, до 26 марта, до 23.30 можно будет подать заявку на получение поддержки президентского гранта. То есть вы очень вовремя к нам приехали прямо так? А когда непосредственно будет известно уже, кому достанется грант, кому не достанется? Это в конце мая обычно бывает? Да, это будет в конце мая заседание Координационного комитета под председательством руководителя Координационного комитета, первого заместителя главы администрации президента Сергея Владимировича Кириенко. И с 1 июня уже можно будет начинать реализовывать гранты. И фактически на полтора года первый конкурс дает возможность получить грант на полтора года. С 1 июня 2018 года до 30 ноября 2019 года. Это самый длинный, но конечно некоторые делают короткие проекты, на 3-4 месяца, на 6, на год. Мы никому не ограничиваем время, оно ограничено только условиями конкурса. Вот полтора года это первый конкурс будет давать возможность реализовывать проект, второй конкурс, который начнется 16 июля, до 10 сентября будет подача заявок. И реализация проекта с 1 декабря 2018 года по 30 ноября 2019 года. Это правда распространенная такая ситуация, когда идея замечательная, хорошая, великолепная у НКОшников, но из-за каких-то несостыковок, неправильного составления заявки не проходит, да? Ну конечно. Понимаете, нас никто толком не учил социальному проектированию ребят. Очень много добрых, хороших проектов, которые мы видим, но видим, что не хватает опыта, не хватает понимания, что такое проект даже в самом смысле, в самой сути. И поэтому они делают ошибки. Ошибки разнообразные, есть большая часть типичных ошибок, но распространенная ошибка еще, когда принцип, не знаю кем сформированный, проси больше, да тут меньше. В проекте все должно быть обосновано. То есть вы сколько нужно, не больше и не меньше. Точно так же, когда вы собрались идти в поход, если возьмете что-то лишнее, будете тащить на себя. Если чего-то не возьмете, продуктовый, например, или спичек, будете иметь проблемы в походе. То есть нужно взять ровно столько, сколько нужно, не больше и не меньше. И второе, если у вас команда для проекта, она должна быть высокопрофессиональной и обеспечивать все, что вам необходимо реализовать в проекте. Основные вот эти постулаты, они не всегда соблюдаются, не всегда умеют расшифровать в том же бюджете, что конкретно они хотят получить за эти средства, которые запросили. Не расшифровывают. Ну, много типичных ошибок. Мы сегодня поговорим о них на семинаре. Как правило, после семинара те, кто не получал поддержки, делают работу над ошибками и побеждают. Вот во втором конкурсе более 30% победивших, это те, кто в первом конкурсе не получил поддержку, переработали проекты, поработали над ошибками и победили. Причем средний балл у них был 72-34. То есть они с запасом перепрыгнули планку, установленную для получения поддержки. А планка-то у нас? А планка у нас зависит от запрашиваемой суммы грампта. Вот у нас было в прошлых конкурсах 60 до 500 тысяч рублей, 65 до 3 миллионов. И свыше 3 миллионов до 10 было 68 установлено, свыше 10 — 70. То есть там 72 получили? Да. А вот они 72, то есть там среди них, заметьте, были и те, кто претендовал до 500 тысяч, но получали там свыше 70. То есть с большим запасом перепрыгивали эту планку, потому что поработали над ошибками. А вы с таким семинаром в Киров как в первый город приехали или уже провели какие-то? Нет, я провел уже буквально сюда. У меня неделя началась в Кургане, я провел в понедельник, потом в Кемерово. И вчера вылетел к вам. Странная геометрия. Лучше бы наоборот. На самом деле неважно, потому что только с завтрашнего дня начнется подача заявок, и фактически они только начинают над ней работать впереди месяц для того, чтобы заполнить заявочку и подать. Она не требует больших затрат временных, если ты понимаешь свой проект. То есть в течение, скажем, недели неподготовленная организация может нормально заявочку заполнить, грамотно заполнить. То есть еще, если над ней поработать, ну две недели. То есть и нормально. Те, кто опытные, 3-4 дня им достаточно, кто уже имеет опыт подачи заявок. А более того, те, кто участвовали в конкурсе, у них заявочка сохранилась, нужно ее просто переработать. Мы свели объем обязательных документов к одному, это устав, собственно, организации, который нужно отсканировать, перевести в формат PDF и прикрепить. Все. Затраты на формирование заявки только личное время. Никаких финансовых затрат, возможность подать из любой деревни, из любого села, из самого удаленного для любой организации. Поэтому у нас в конкурсе в прошлом миллиард ушел в малые поселки, города на всей территории областей, регионов по всей стране. А какого рода это проекты, чему они посвящены? Я вот как раз хотел спросить, потому что распоряжение в игрите вышло, а там ведь обычно обговариваются какие-то приоритетные темы, да? У нас 12 было грантовых направлений, с этого года 13. Во-первых, добавилось одно грантовое направление, это поддержка талантливых детей и молодежи в сфере культуры и искусства. То есть это грантовое направление направлено на поддержку именно талантов, которые будут отобраны в различных конкурсах, фестивалях. И для того, чтобы они могли продолжать учебу, оплата учебы, получение высшего образования, получение специализированного образования, стажировки, в том числе и за рубежом, покупка дорогостоящих инструментов, если они им нужны для развития. То есть вот такое будет грантовое направление, на него выделяется миллиард рублей в этом году. И 12 традиционных направлений, которые были в прошлом году, они все сохраняются. Там 134 темы было, будет 135, еще вот новая тема, 136 тем. Каждый может найти себя там, найти то, чем он занимается и попросить поддержки в виде президентского гранта на реализацию своей деятельности проектной. А вот с этим приходится сталкиваться, что вот 135 тем, да, у человека она ни под одну не подходит, ну просто начинает так тихонько подгонять под какой-нибудь существующих там, а вот проскочит. Вы знаете, бывает у некоторых сомнения, вот даже при обилии тем, бывает сомнение, куда податься. Есть хитрецы, но мы их никак не ограничиваем, они подают одну заявку на два смежных грантовых направления. То есть одну заявку на разные, да? Да, одну и ту же заявку, только разные названия получаются у нее в соответствии с грантовым направлением. Самое удивительное, если проект написан хорошо, он является победителем. Один из проектов был по робототехнике, молодая организация с молодежью подала по поддержке образованию науки и по поддержке молодежных проектов. И там, и там они победили, причем разница, 4 разных эксперта из 4 разных городов оценивали, разница полбала составила. То есть они победили в двух номинациях, но принцип конкурса. У нас есть те, кто побеждал по 4 номинациям. То есть потенциально заявитель может подать на каждое грантовое направление по одной заявке. То есть в прошлом году можно было максимально 12 заявок подать, в этом году 13 заявок. Но даже если у вас все победили, мы предлагаем выбрать, какой из победивших проекта вы будете реализовывать, и он объявляется победителем. То есть только один конкурс, один грант. Можно только один грант получить, да? Да. В течение года можно поучаствовать в двух конкурсах, получить по одному гранту, реализовывать два. Есть такие проекты, но не более двух. То есть вот те, кто сейчас реализует два проекта, они уже в этом конкурсе не смогут, даже могут подать, выиграть. Но мы не заключим с ними договор, потому что принцип один год, два гранта. То есть когда они их реализуют, они смогут участвовать в конкурсе и получить поддержку на следующий год. В следующем году. Понятно. Напоминаю, что мы беседуем с Владимиром Татариновым, советником генерального директора фонда президентских грантов. У нас подошло время небольшой паузы, мы скоро продолжим. Сегодня в 13 часов в аудитории 128 городского госуниверситета начнется обучающий семинар. Как раз таки проведет его наш гость Владимир Алексеевич. НКО и гранты президентские, это, наверное, одна из самых часто поднимаемых нами тем в нашем эфире. Ребята, когда выигрывают, все, мы победили, мы хотим прийти в нашу студию, рассказать то, чем мы будем заниматься. Можно сказать, наши кировские НКО, они в общей массе по регионам, они как-то выделяются по активности, по заявкам? Знаете, я бы сказал, что все познается в сравнении. В принципе, очень интересный проект, если брать, то неплохая сумма, то есть практически увеличили в два раза и количество победителей с предыдущим годом. То есть 17 по сравнению с 16, два раза увеличилось. Увеличилось, конечно, финансирование значительно. Но когда смотришь на фоне всех, есть несколько моментов. Во-первых, вот смотрите, 21 выиграл из 100. Это мало? Я считаю, что потенциально до 30 могло выиграть. То есть и когда смотришь на ошибки... КПД мог бы быть выше. В среднем, скажем так, по России порядка 30% заявок, да? Дело в том, что в среднем по России почти укладываетесь вы в серединку, но когда смотришь на потенциал, потенциал гораздо выше. То есть есть типичные ошибки и с постановкой цели, и с мероприятиями, и количественные результаты не указываются, не прописывается бюджет, команда плохо расписывается, непонятно экспертам. То есть элементы, которые влияют на устойчивость проекта и снижают баллы. Поэтому потенциал у тех, кто участвовал и не победил, очень серьезный. Если поработать над ошибками, они могут выиграть и увеличить. — А как тут оценить потенциал? По каким критериям? — Ну, я смотрю по содержанию проекта. То есть есть содержательные нормальные проекты, но у нас есть конкурс. И как просто хороший человек не профессия, так и просто хороший проект. Если мы будем смотреть хорошую организацию, хороший проект, то начнется субъективность, и вся открытость конкурса, вся прозрачность конкурса и возможность победить кто-то сильнее, оно уходит в небытие. То есть это как экзамены. Все сдают, у каждого есть возможность выучить и сдать. И если ты не выучил, не подготовился, извини, оценка пятеркой быть не может. Так и здесь. Мы не можем просто организацию поддерживать, если она не выполняет требования, которые предъявляются ко всем. То есть мы даем рекомендации, если обращаются к нам письменно, и в то же время проводим семинары, где подробно разбираем ошибки. Я еще проводил вебинар, где тоже разбирал на примере двух проектов недостатки и позитивные стороны выигравшего проекта. Причем на примере проекта, который в первом конкурсе получил всего лишь 36 баллов, во втором работа серьезно над ошибками, и он выигрывает. Я показываю, почему он выиграл в итоге. То есть каждому предлагается посмотреть критически на свой проект, посмотреть на себя в зеркало и сказать, какие есть недостатки самому себе. Ну а здесь на семинаре мы это помогаем сделать. То есть потенциал достаточно большой. Организации в целом такие же, как и все по России. Есть проекты, вот сегодня я привел пример с фристайлом, которых вообще нет аналогов таких. То есть у каждой территории есть свои особенности, изюминки. Есть такие изюминки и здесь, в Кировской области. И они именно поэтому и победили. Есть проекты, которые типичные по работе с инвалидами. Они типовые, в разных территориях, немножко по-разному, но принцип один и тот же. Есть новые моменты, то есть в наставничестве, то есть интересные моменты, проекты вас победили. Поэтому есть и свои особенности. Есть то, что в целом по России широко распространено среди НКО. Поэтому область в основном не выделяется. Есть свои позитивные, инновационные вещи. Есть и общие. Владимир Алексеевич, вы сказали, что некоторые люди не уделяют должного внимания формированию команды, составлению бюджета. Вот эта вот система бальной оценки экспертной, с ней можно где-то познакомиться, чтобы понять, на что есть смысл больше внимания уделять? Первое, с чего мы начали, во-первых, и создан был фонд для того, чтобы обеспечить абсолютную открытость конкурсной процедуры и возможность доступности всем, независимо от удаленности, участвовать в конкурсе. Мы сделали возможность с электронной подачи заявки и отчетности, возможность участвовать из любой деревни, по сути, где есть интернет. Если даже где нет интернет, мы... Это сайт фонда президентской гранты. Вот у нас там не только методические материалы по подготовке заявки, по подготовке бюджета. У нас методические материалы для экспертов по оценке, которые вывешены. И любой заявитель может открыть методические материалы для экспертов, почитать... И понять, как бы систему оценки, да? Да, посмотреть, как оценивает эксперт. Критерии все вывешенные, они в положении есть. В методических указаниях есть, сколько баллов ставят за наличие или отсутствие такового. По каждому из критериев 10 мы разбили на разные категории, чтобы не соревновались малыши и крупные организации вместе. У нас поэтому гранты до 500, от 500 до 3 миллионов и свыше, потому что крупные не пойдут за 500 тысячами организаций. Поэтому все конкурируют в своей весовой категории. То есть все как бы могут ознакомиться и понять, где у них чего-то не хватает, на что стоит больше внимания обратить, да? Конечно, конечно. И именно вот по этим критериям я обычно делаю разбор и на вебинаре, и на семинарах. И я и мои коллеги на семинарах разбираем по критериям, что недостаточно. И, в принципе, построена презентация, сегодня я буду показывать ее. Там как раз показывается, что дает плюсы и повышает баллы, что приводит к низким баллам, какие ошибки типовые приводят к низким баллам. И, в принципе, после семинара многие говорят, о, все понятно. Сейчас мы поняли, где мы ошибались, разберем, покажем. Некоторые это делают после вебинара. Чем, конечно, интересны семинары? Здесь каждый имеет возможность то, что было непонятно в презентации, в вебинаре, в семинаре, подойти и лично спросить. Проговорить. Да, ну, как правило, у меня после семинара порядка часа ответ на вопросы. То есть меньше часа еще меня ни разу не отпускали. Я думаю, сегодня больше будет. Ну, я всегда готов. Позиция фонда, у нас нет неудобных вопросов, мы отвечаем на все вопросы. То есть она незыблема, эта позиция. Просто этот семинар немножко город взбудоражил. Я очень, ну, мы довольно часто общаемся с представителями НКО. Я сегодня просто перед эфиром некоторых из них видел. Они уже, так сказать, четко нацелены вас после семинара допросить. Да, я готов. Мы открыты, нам нечего скрывать. Поэтому мы с удовольствием... Я с удовольствием общаюсь вообще и с удовольствием отвечаю на вопросы. Потому что чем информирование уходит, тем выше вероятность победы в конкурсе. Мы хотим, чтобы было больше победителей, чтобы больше было поддержано хороших, добрых проектов. Потому что это нацелено не на организацию. Мы занимаемся не просто развитием организации. Мы развиваемся помощи нашему населению по различным группам. Но нельзя все делать с помощью органов власти. Ну, весь мир, независимо от бюджетной обеспеченности, живет за счет добровольцев, волонтеров, которые готовы жертвовать своим временем, своим благополучием для других. Это есть во всем мире. И в России это точно так же было всегда. И вот наша задача поддержать тот, кто готов это делать, поддержать их проекты, чтобы это все пришло опять к людям, ко всем. Чтобы лучше жизнь вокруг становилась, на самом деле, без громких слов. Потому что мы видим, когда работают по защите животных, начинается добрее отношение к этим животным. Когда обращают внимание на многодетных и работают с ними, меняется отношение и общества, и власти к многодетным. И так по каждому направлению. Это изменение нашего отношения ко всем негативным позициям и желание жить лучше. Точно так же очистка всех парков, очистки мест отдыха, которые делают волонтеры. Сначала смеются, потом принимают участие и потом следят за тем, чтобы не гадили там. Чтобы комфортно было. Когда сам что-то делаешь, после этого следишь, это уже понятно. То есть вовлекается, когда человек в процесс. Мы, кстати, не озвучили сумму президентских грантов, которая в этом году. 8 миллиардов. 8 миллиардов. Да, 8 миллиардов. Эта сумма растет, ведь, скажем, с каждым годом, да? В прошлом году, когда мы начинали эту работу, было 4,3 миллиарда запланированных. Но когда президент увидел, что выросло на почти вдвое количество участников, заявившихся, он, конечно, был поражен, этого не ожидал никто, честно скажу. А как Владимир Владимирович знакомится с этими данными? Ему готовится какой-то отчет, что у нас был к Владимировичу? Да, он очень живо, поверьте, очень живо интересуется этим, не случайно возглавляет всю эту систему Сергей Владимирович Кириенко, первый заместитель главы администрации президента. И мало того, что Владимир Владимирович знакомится, он встречается с участниками практически на территории, где бывает, встречается с победителями конкурса, смотрит проекты, внимательно подходит. И вот на сообществе, когда был заключительный форум сообщества, он прошел, познакомился с проектами, лично пообщался со всеми, то есть и заинтересован был. Так вот, после первого конкурса, когда увеличилось количество проектов почти в два раза, он дополнительно выделил из своего резерва до 7 миллиардов. И по итогам, когда увидел результаты, отдачу от работы фонда, от работы НКО, им было принято решение дополнительно выделить еще миллиард на новое направление грантовое. И в бюджете страны на 2018, 2019, 2020 год забито уже 8 миллиардов. То есть постоянно будет эта сумма, 8 миллиардов, она не может быть снижена, только может быть увеличена. Вот еще есть такое мнение, когда вы говорите, что в принципе заполнить заявку, да, это там, ну, неделя работы, человек, который даже раньше этим не занимался. Но очень многих страшит не столько заполнение заявки, сколько потом ситуация с отчетом. Что вот отчет это что-то страшное, вот не дай бог с этим кому-то еще столкнуться. Так ли это сейчас, или тоже что-то изменилось? Не там запитали, не там точка, и все. Конечно, изменилось коренным образом, изменилось коренным образом. Мне есть возможность сравнивать, я был исполнительным директором гражданского достоинства и гранта оператора. И мы принимали эти огромные отчеты. Иногда до метра высотой отчет был в бумажном виде. Да, там по 6, по 8 тысяч листов отчеты составляли. То есть это было ужасно, это все надо было почтой переслать, это затраты финансовые. Сейчас как подача заявки в электронном виде, так и отчетность. У нас партнер Сбербанк. Мы проводили конкурс с банками, и у нас выиграл Сбербанк этот конкурс. И сегодня, помимо упрощения отчетности, у нас открытие счета. То есть нам услуга предоставлена специализированная именно для грантового конкурса. Открытие счета 0, введение счета 0 по затратам. Усиленная электронная подпись 0, бесплатно делается. Зарплатный проект 0, онлайн банкинг 0. То есть они платят сегодня у нас в месяц только 286 рублей за электронный документ и оборот. И закладывают средства в заявку, чтобы мы приняли. И от 30 до 60 рублей за платежку. Вот все затраты банковские. То есть раньше нужно было все это оплачивать, теперь Сбербанк предоставляет услугу бесплатно. Сотрудники Сбербанка, наверное, НКОшников ласково называют халявщики. Им сложно на самом деле, потому что они не были готовы. Мы очень требовательны к себе и к партнерам точно так же. Потому что это все делается для улучшения работы НКО. Поэтому Сбербанку приходится все время корректировать свою деятельность под наших партнеров НКО. Не просто им приходится, честно скажу, потому что в регионах не все сотрудники готовы были к переходу на такие условия. Тем не менее, они тоже приходят, мы их приводим в норму. И чем дальше, тем лучше оттачиваться будет работа. Не просто было перевести в электронный вид отчетность. Конечно, очень сложно было первым, потому что система КОРУС, она тоже оказалась у Сбербанка несовершенна. Они дорабатывают ее под нас, под наши грантополучатели. И сейчас уже есть возможность. Каждое мероприятие провел, приложил документы и наращиваешь постепенно. И к дате отчетности остается последний там несколько. В принципе, в реальном остальном можно сдавать, да? Можно в течение часа практически будет подготовить отчет. Каждое мероприятие приложили 2-3 документа. Более того, мы упростили порядок отчетности. И нам нужны простейшие документы, подтверждающие расходы. Ну, для примера, командировка. Самое простое. Раньше нужно было приказ, служебное задание, отчет по командировке, авансовый отчет. И, соответственно, билеты и проживание, если было и прочее. Сейчас из всего этого осталась квитанция о проживании и чек о проживании, билет, который приобретался, и корешки, если это на самолете. То есть, посадочный талон. Все. Вот вся отчетность. Уже этих приказов не надо уже, да? Нам это ничего не нужно. А ваншовых отчетов. Приобретение чего-то. Нам нужен счет и накладная, что получено. Нам не нужно, кому распределено это оборудование закрепленного. Нам не нужны все эти платежки. Мы их видим и так. То есть, мы минимизируем документы все. То есть, перечни тут точно так же у нас опубликованы в методических материалах по отчетности. Поэтому мы в разы снизили количество документов. Их можно прикреплять в ходе реализации проекта. Сейчас уже корус готов. Сначала он объявил, что готов, но оказался не совсем готов. Теперь он готов. И можно в течение реализации проекта прикладывать. И к конечному дню у вас практически нечем заняться. Если вы прикладывали фотографии и все в соответствующие поля. Вы просто окончательно написали сумму средств использованных, хотя она нам понятна, там имеется в виду собственных средств. И какие мероприятия, общую информацию приложили, отчет сдан. Все. То есть, отправили, отправили, поставили, опять же, в электронном виде с помощью усиленной электронной подписи. Как и договор, собственно, подписывается в электронном виде. Все отчетность сдана. Это когда система эта электронная заработала? Ну вот с первого отчета, с января месяца. С января. С января этого года. То есть, это счастливчики уже из прошлого года победители? Да, да, да. Они уже начали. Если до декабря она еще была не готова, еще отрабатывалась, то с января она заработала. Сейчас мы ее оттачиваем. Но и опять скажем, мы постоянно работаем на улучшение. И будем упрощать. Уже у нас есть предложение. Вот мы готовим с генеральным директором. Сейчас согласовываем. И будем упрощать эту отчетность еще, чтобы еще легче было прикладывать, упрощенно подавать. Для нас важно, мы не прокуратура, не следователи. Для нас важна суть проведенного в своем мероприятии и результаты. Чтобы достигались результаты, заявленные в проекте. Чтобы мы видели, что те жители, на которых нацелен проект, они реально принимают участие. Они получают плоды от реализации проекта. Вот это для нас важно. И, соответственно, вам важна прозрачность. Если организация все мероприятия свои подсвечивает в СМИ, подсвечивает на сайте, на своем, в страничках, в соцсетях, то гранд-менеджеры закрепленные, они видят эти фотографии. То есть они мониторят это все, да? Да, да, да. Они постоянно мониторят и смотрят, что проводится. И если все это проводится, есть фотографии, семинары, есть зал, есть выступающие. Если это мероприятия публичные, которые проходят где-то на улице, мы видим фотографии, мы видим, что кто-то подснимал это. Это все открыто. Уже отношения, что они честны. И проблемы нет. Да, Владимир Татаринов, советник генерального директора фонда президентских грантов. В нашей студии подошло время рекламы. На нее сейчас мы и прервемся. Советник генерального директора фонда президентских грантов Владимир Татаринов вместе с нами. В нашей передаче ровно через 25 минут Владимир Александрович должен быть уже в нашем опорном вузе и проводить там семинар, как получить грант президента Российской Федерации на реализацию социального проекта. А, кстати, насколько велика вот эта структура фонда президентских грантов? На самом деле не такая большая, как кажется. Если раньше было 9 грантов операторов и, соответственно, все предполагают, что огромный штаб, у нас штаб формировался под первую цифру 4,3 миллиарда, мы из него и не вышли. То есть сегодня у нас 70 человек работают в фонде, включая достаточно большой колл-центр. Нам можно с 9 до 19 звонить и всегда мы отвечаем на все звонки. У нас обрабатывается огромное количество звонков. Очень большое количество поступает к нам писем по электронной почте, и все обрабатывается, мы на все всегда даем ответы. То есть мы не отвечаем только на письма, которые не связаны с нашим конкурсом и с нашей работой. То есть мы сразу об этом предупреждаем. Все, что, например, касается вопроса подачи заявок, связанной с подачей заявок, с реализацией проекта, мы всегда отвечаем. У нас нет таких исключений. Давайте еще поподробнее поговорим о том, как обрабатывается заявка вот этой системы, методологии. Первым делом поступившая заявка, ее просматривают, то, что мы называем валидацией, просматривают на соответствие положению о конкурсе. То есть чтобы были прикреплены обязательные документы, устав организации, потому что мы его не можем нигде больше получить, кроме как если его представит организация. Обязательно должна быть форма подтверждения. Было три листочка, сейчас будет один листок, на котором непосредственно руководитель организации должен написать, что он подает эту заявку, что несет ответственность за то, что он подал соответствующие данные, что он ни в чем нас не обманывает. Что он никого не финансировал, никого не уговаривал ни из экспертов и прочее на то, чтобы его заявка продвигалась. Такая же норма есть в договоре. То есть если кто-то считает, что можно по-другому победить, нежели хорошо написать, я хочу разочаровать. Система, которая создана, она не позволяет вмешаться никому в процедуру оценки. Если есть какие-то замечания, например, бывает, там нужно полностью написать фамилию, имя отчества, подпись и дату. Ставят фамилии и инициалы, не ставят дату. Это все критичное нарушение? Да, это серьезно, потому что мы не можем понять, сам ли этот человек поставил. Это обязательные процедуры, как у нотариуса. Поэтому они прописаны. Это все есть, человек знает, что нужно и как сделать. Там написано, что нужно сделать вот так. Но, к сожалению, некоторые вообще могут расписаться, не поставить фамилию. У некоторых открываем устав, а вместо устава битый файл ничего нет. Либо нет подтверждения заявки. То есть есть критичные вещи. И чтобы заявка все-таки приняла участие, мы тогда регистрируем ее с замечаниями и даем возможность исправить до последнего дня подачи заявки. Как правило, исправляют, и она принимает участие в конкурсе. Если подают позже, скажем, чем за пять дней до подачи, начинается вал заявок. Например, в последнем конкурсе мы получили 3,5 тысячи в последний день. То есть их невозможно обработать. Все просмотреть мы уже после окончания просматриваем. И кто уже подал сбитыми файлами и так далее, мы не можем ничем помочь. То есть лучше все-таки пораньше подавать. У некоторых некритичные замечания, но фонд не может принять решение, принимает решение Объединенного экспертного совета допустить, не допустить, если небольшие нарушения. А совет он как-то физически собирается? Да, Объединенный экспертный совет собирается у нас в фонде. Все заседания Объединенного экспертного совета ведутся под аудио-видеозапись, протоколируются. По каждой заявке проводится голосование, допустить, не допустить, если сомнения там возникли, есть нарушения. То есть принимается решение Объединенным экспертным советом. Фонд лишь выполняет процедуру организации конкурса. Мы не можем влиять ни на членов экспертного совета, ни на экспертов. Вообще, архитектура конкурсной структуры, указом президента создан Координационный комитет. Я уже сказал, Сергей Владимирович Кириенко возглавляет. Координационным комитетом утвержден Объединенный экспертный совет, в котором руководители крупных фондов, организаций, очень известные в России люди. Все эти и Координационные комитеты, и Объединенный экспертный совет у нас на сайте фонда вывешены. Потом формируется полэкспертов по предложению членов Координационного комитета и Объединенного экспертного совета. У нас на сегодняшний день в последнем конкурсе 730 экспертов было из 66 регионов страны. То есть эксперты региональные? Да, да, да. Они все имеют опыт оценки. Многие из них являются руководителями общественных организаций и имеют большой опыт работы как руководителями, так и просто специалистами и руководителями проектов. Они знают, что это такое, они с земли все. Олег Юрьевич наверняка входит, да? Мы не раскрываем фамилии экспертов, умышленно, чтобы на них не оказывалось давление. Когда все обработаны, Объединенный экспертный совет принял решение о допуске, заместитель генерального директора нажимает одну кнопку, и все заявки расходятся по экспертам. По грантовым направлениям подобраны пул экспертов, получают два эксперта, одну и ту же заявку. Они не знают, кто второй им является, вот я получил, я не знаю, кто второй, откуда он. Машина подбирает их по принципу, они должны быть из разных городов и не должны иметь контактов между собой. Если у нас есть еще одна система, которая позволяет увидеть контакты между ними, чтобы не было аффилированности. Мы заключаем с ними договоры, где написано, что если у них конфликт интереса с полученной заявкой, они должны нажать специальную кнопочку у себя в поле, они зарегистрированы тоже, как и наши получатели на нашем сайте, отвода заявки. Тогда она к другому уходит, да? Она, машина распределяет другому, по такому же принципу. Если они этого не сделали, мы это увидим все равно, потому что нам машина покажет, что он был аффилирован к этой заявке. Это грозит эксперту исключением из пола экспертов навсегда. Были такие случаи? Были. Были? Да. Мы предупреждаем, они подписывают договор точно так же письменно. Если они его не соблюдают, значит они не могут дальше работать. Второй момент, когда они все проверили заявки, они так же, как заявочку отправил и больше не имеешь доступа, они свою экспертизу отправили и доступа к ней больше не имеют. Дальше мы смотрим среднеарифметическое. Если сильный разброс между оценками экспертов, двух экспертов, а у одного высокая, у другого низкая, в обязательном порядке мы ставим третьего эксперта из наиболее подготовленных экспертов, которые имеют стопроцентный уровень доверия. И как люди, и как непредвзятые вообще специалисты. Они оценивают, и тогда мы смотрим, кому ближе. И считается среднеарифметическое уже между двумя близкими. Если мы установим, что эксперт более двух раз умышленно занизил или завысил, это очень хорошо видно, поверьте мне. Мы увидели, что третью заявку он так же сделал. Мы его исключаем из числа экспертов навсегда. 43 человека было таких у нас. И все заявки, которые он проверял, обновляем его экспертизой и ставим просто другого эксперта, тоже машинным методом. Поэтому если кто-то начинает кого-то лоббировать, либо кого-то гнобить, он просто у нас больше перестает быть экспертом. Но все процедуры с заявкой, то есть оценка ее, экспертиза, снятие кого-то, она навсегда остается зафиксирована в электронной системе. На зеркальном сайте все это остается. Потом рабочая группа рассматривает потенциальных победителей, те, кто набирает проходной балл и смотрит ниже, если кто-то, может, необоснованно была оценка. Если бы кому-то необоснованно была занижена или завышена оценка, и уже было три эксперта, принимается решение о том, что отводи какого-то эксперта, все это проходит под аудио-видеозапись. Все предложения потом выносятся на объединенный экспертный совет, он тоже собирается в полном составе. Вот все эти предложения рассматриваются, голосуются, все идет под аудио-видеозапись, вносится в протокол и передается с предложениями состава победителей в координационный комитет. Далее Комитет собирается на Старой площади, они принимают решение, утверждают проходной балл и уже окончательно утверждают состав победителей. Мы его сразу же публикуем. Вот такая процедура. Вмешаться невозможно. Письма, поддержки мы даем возможность приложить в саму заявку партнеров. Информационная поддержка, методическая поддержка, материальная, финансовая. Все виды поддержки оказывают мы проектам. Либо это органы власти, либо бизнес-партнеры, либо информационные партнеры, как ваша организация, которые будут освещать, окажут какой вид помощи. Это все рассматривают эксперты. Какие-то письма, направленные в фонд, мы не рассматриваем о поддержке проектов. Любые телефонные и прочие звонки у нас не действуют. Процедура не дает вмешаться. С экспертами имеют право общаться только пять человек в фонде, имеющие особый доступ. И когда мы проводим вебинар, именно эти пять человек под председательством генерального директора сидят и общаются с экспертами на вебинаре. Я даже не вижу эксперта, эксперты видят меня. Мы общаемся, они знают, что могут только эти люди общаться с ними. У нас запрещены разговоры с экспертами по телефону. Все общения только в электронном почте, через рабочую почту. Они все фиксируются и остаются. Все ответы на их вопрос. Их вопросы только письменно, ответы им только письменно. То есть все зафиксировано. То есть воздействовать невозможно. Если мы кого-то из экспертов уличим в том, что он потом раскрывается и начинает вести деятельность, например, делать экспертизы предварительные и обучение за деньги, мы тоже таких исключаем из пола экспертов. В общем элементы работы секретного агента имеются. У нас остается буквально полминуты. Наш редактор давно уже предупреждает, что Владимир Алексеевич пораньше чуть-чуть отпустить. Ну может быть короткий вопрос. Смотрите, сейчас ведь есть целая категория, их так называют НКО, грантоежки, которые с удовольствием всегда подают гранты и по большому счету с одной целью немножко денежек откусить. Вот как-то есть такие методики их распознания? Да, конечно. 30 секунд. У нас есть электронная система, мы это тоже видим. И все меньше и меньше они получают поддержки. И если они просто заявились, думают, что просто съедят деньги, они очень ошибаются. Мы контролируем расходование средств. И некоторые, заявившись на очень большую сумму и победив с хорошим проектом, фактически смогли из этих денег использовать только 20%. То есть остальные пришлось вернуть, потому что реальных мероприятий они не смогли провести. То есть вы можете в какой-то момент приостановить это все, да? Конечно. Мы имеем право даже безакцепного списания денег, если мы видим, что идет нарушение условий договора. Поэтому ситуация изменилась. Те, кто приходит просто нажиться на этих деньгах, они попали не в ту дверь. Все понятно. Ай-яй-яй, имейте в виду. Вот видишь, как все коротко ответили. Я успел. Спасибо большое, Владимир Татаринов, советник генерального директора фонда президентских грантов. Успешно вам провести семинар, который начинается уже через 15 минут. Успешной работы. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго.